Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «Объектив» и я ее ведущая Олеся Ларина. Наша программа сегодня будет посвящена проблемам образования, но не только проблемам образования, а конкретно тем проблемам, с которым сталкиваются наши дети, дети иммигрантов, которые приезжают на Северный Кипр, а именно проблемы адаптации. Естественно, очень многие наши соотечественники приезжают с детьми, как правило. Если раньше, допустим, англичане приезжали, будучи в более старшем возрасте, у них такой проблемы не стояло, то наши соотечественники приезжают в более молодом возрасте, приезжают со своими детками, им нужно их определить в какие-то учебные учреждения, школы, может быть, университеты. Естественно, переезд в какую-то новую страну несет за собой определенную ответственность и определенного рода действительно адаптацию. И сегодня гостем студии будет Евгений Миронов. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте. Педагог по предметам химии, биологии и физики. Я думаю, что Евгений сам и себе немножечко расскажет, чем он здесь занимается и почему конкретно вас я пригласила на эту программу, я думаю, наши телезрители узнают в процессе нашей беседы. Итак, еще раз добро пожаловать. Хорошо, спасибо. Ну, если начинать с вопроса, почему именно Северный Кипр, почему... Да, это всегда вопрос у нас возникает, традиционный вопрос для всех наших гостей. Почему именно Северный Кипр, почему вы выбрали Северный Кипр страной своего проживания, своей деятельности? Почему вы сюда приехали с семьей? Олеся, очень приятно вообще мне попасть к вам на эфир. Я давно так наблюдаю за вами, за вашими программами, поэтому знаю, что там начинается все с вопроса, почему Северный Кипр. Но, наверное, как сейчас по статистике, все больше россиян задумываются о том, чтобы все-таки, скажем, сменить место своей деслокации, место своего проживания. Тем более мы живем в очень мобильное такое время, когда можно работать в одном месте, жить в другом месте. И, наверное, мы уже уходим от этой привязки к тому месту, где ты работаешь, к тому месту, где у тебя квартира, где ты привык жить. И нет уже никаких причин быть все время на одном месте. И поэтому где-то так года, наверное, три назад мы, я и моя семья, мы начали плотно задумываться о том, чтобы каким-то образом переместиться туда, где лучше климат, где лучше атмосфера. И мы думали, то ли это Европа, то ли это какой-то американский штаб, то ли это еще что-то. А откуда вы, Евгений, сразу скажем нашим телезрителям, чтобы они знали, откуда вы дислоцировались? Да, кстати, Сибирь, Томск. Самая настоящая Сибирь, там, где очень мало солнечных дней. Даже сейчас я смотрел, сравниваю, сейчас лето, да, температура воздуха 20-25 градусов, и облака, 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 тучи, все время такие дни дождливые. И это не для всех хорошо, не все это могут терпеть. В частности, так получилось, что моя жена, это тоже для нее не очень хорошо, и нужен солнечный свет для ее здоровья. Витамин D, который на самом деле ни в какой аптеке не купить, а он вырабатывается только на солнечный свет, когда это достаточно солнечных дней. Вот, и мы рассматривали, думали об этом, и так, ну, говорят случайно, случайностей, наверное, не бывает, да, на наши глаза попали описания Кипра, Северного Кипра. До этого, до этого как раз я подул, скажем, в своей работе одно время, я еще журналистикой занимался, кроме всего прочего. Коллега. Да, и нужно было, да, и нужно было описать про как раз эти ситуации экономические, которые были на Кипре, и немножечко тогда я выинтересовался темой эмиграции на Кипр, когда я узнал, что очень много русских людей живет на этом острове. Ну, скажем, русскоговорящих, наверное, будет правильнее, и всегда в наших программах я называю русскоговорящими тех людей, которые говорят на русском языке, потому что все-таки у нас здесь представлены Украина, Белоруссия и Казахстан, отчасти даже Прибалтика, то есть, а уже не говорю про Туркменистан. Ну, этот вопрос национальной идентификации, он очень сложный. Мы постсоветские люди, да, которые вот на этом вот пространстве, где огромное пространство, 15 государств, и люди привыкли говорить на русском, может быть, сейчас уже молодое поколение так не говорит, но мои ровесники еще все, да, все русскоговорящие. Вот, и... То есть, вашей основной причиной переезда, я так понимаю, был климат? Климат, да. Ну, и, конечно же, видите, еще до тех пор, пока я здесь не побывал, я не понимал, разница, я даже не предполагал, какая может быть разница вообще в атмосфере. Вот атмосфера, отношение, скажем, уровень, уровень качества человеческой жизни, оно же вот у нас там, я все делю до того, как я приехал сюда и после того, как я приехал сюда, до того, как я приехал сюда, да, качество человеческой жизни. У тебя много денег, ты хорошо живешь, у тебя мало денег, ты плохо живешь. И вот других измерений, других направлений, как вот это вот качество измерить, их просто, ну, трудно было себе представить. Когда я приехал сюда первый раз, то я увидел, что, до короткого времени, я здесь всего три дня пробыл, до этого времени успел заметить некоторые моменты, увидел, что качество жизни, оно измеряется не только толщиной твоего кошелька, но также определенным качеством и качеством человеческих отношений. Твое положение в обществе, от чего оно зависит, как тебя принимают в обществе. Если у нас встречают по одежке, то здесь это совершенно не так. Здесь ты можешь увидеть человека в шлепанцах, в шортах и в майке точно такой же, как у тебя, совершенно другого уровня дохода. И даже не догадываться об этом. Здесь как-то вот это стерлось, не могу сказать, что это нивелировалось полностью, но это стерлось. Здесь по-другому люди другого вас понимают. Не то, что даже не так ярко, а у нас действительно все-таки, я здесь с вами полностью соглашусь, сама недавно вернулась из отпуска из России, и действительно вот как-то у нас более такие кричащие наряды, что ли. Я ничего не хочу сказать плохого о своей стране, я всегда это подчеркиваю в своих программах. Я свою страну очень люблю. Просто есть какие-то моменты, которые действительно очень сильно бросаются в глаза. Допустим, действительно вот это вот, ну показуха, слово не совсем, которое будет приемлемо, наверное, для телеэкрана, но вот то, что именно люди хотят что-то показать вот этим. Попытка повысить свою ценность, может быть, за счет того. Возможно. А здесь действительно можно зайти в банк и увидеть человека, который отсчитывает тысячи фунтов, при этом действительно думаешь, на какой распродаже были куплены эти шлепки. Да, и поэтому здесь, если вот возникает какая-то ситуация, где-то, скажем, на дороге, да, какая-то спорная ситуация, я вижу, мы улыбаемся друг другу, а здесь опасно не улыбаться друг другу. Человек в этом обыкновенном автомобиле может оказаться очень важным человеком, причем важным человеком в твоей жизни, скажем, ну такая вот обратная сторона этой медали. Вот, и тогда созрело вот это решение переехать сюда. Да, оно, конечно, зрело все равно, вызревало, потому что, ну, для каждого человека это непросто изменить, изменить свою жизнь очень-очень во многом. И это, наверное, как раз вопрос адаптации, какой она будет, как она будет происходить. Да, к нему мы подойдем к этому вопросу, да, потому что, естественно, сначала вы расскажете о своей адаптации, о том, с чем именно вы столкнулись, и потом мы уже перейдем именно к адаптации наших детей к школьной системе, и вообще в системе образования, потому что, действительно, это очень важно. Люди с этим всегда сталкиваются. Невозможно просто взять и сменить место жительства, то есть люди продумывают очень много моментов. Поэтому давайте, наверное, я поняла, что, действительно, здесь жить более свободно, более комфортно, в силу климата, насколько я понимаю, опять же, потому что вот этот теплый климат, он делает даже людей как-то более близкими, что ли, друг к другу. Даже физически вот этот вот контакт, нахождение, расстояние между людьми при общении, он сокращается по сравнению с северными странами. Это уже не мной сказано, это доказано и учеными, и различными исследованиями. Сложности-то какие были? Давайте все-таки ложку дегтя в бочку меда. Ну как, везде где-то, да. Смотрите, конечно, большая разница, когда ты приезжаешь как турист, у тебя есть деньги, ты отдыхаешь, ты наслаждаешься. И совсем другое дело, когда ты приезжаешь жить, и тебе нужно решать целый ряд, целый длинный список вопросов. И когда только приезжаешь, страна с другим языком. Надо сказать, что когда я сюда приехал уже на постоянное мастер-жительство, я несколько не ожидал, что здесь англоязычные люди будут мне, знаете, как родные, как вот просто родной язык, потому что не так уж их оказалось и много, как я думал. Очень много людей говорят на турецком языке, и я ни слова вообще не знал по-турецки. Было сложно, нужно узнать, как пройти, как проехать. Это архитектура специфическая на Кипре, потому что когда я приехал сначала в город Левкоша, славный город Левкоша, столица, и первые дни, вот первые самые дни, я приходил вот так вот туда, где я остановился, к месту своей дислокации, просто брался за голову и думал, господи, где я был, как я туда, как я найду, я ничего не могу найти, все одинаковое, все дома одинаковые, я не могу ничего найти. И нужно было решать вопросы, решать вопросы с жильем, с тем, как оно будет обустроено, где это все купить, какие цены. Сначала, первые, вот первые дни, недели, кажется, что ничего нет. Что в магазинах ничего нет, что там просто пусто, какие-то непонятные абсолютно товары. Мы как-то пришли с русскоязычными друзьями в магазин, и они быстренько-быстренько сделали все свои покупки и ждут меня на выходе. И потом уже, ну что его так долго нет? А что у меня так долго нет? Я подхожу, беру каждую вот эту баночку и рассматриваю, что там, что это. Я не могу понять, что турецки написано. Это шампунь или это бальзам, или это еще что-то третье, что-то особенное. Продукты, я долго не мог понять. Ну, это длилось несколько недель, наверное, вот эта вот ситуация, когда было бы здорово, если бы рядом со мной оказался какой-то человек, который бы меня просто водил за руку и все бы мне показывал. Ну, то есть, это действительно вот такая большая проблема, когда человек приезжает в чужую страну, не зная языка, все для него новое, и действительно, даже в плане доэлементарных каких-то вещей, пойти в магазин и сделать покупки, действительно, это сложно. Сервис, он очень сильно отличается, скажем, да, сервис телефонной связи. Я только после смог оценить, оценить преимущество этого сервиса, когда уже разобрался, когда отглядел. Поначалу было непонятно, сколько, чего ты покупаешь за очень большие деньги, да, гораздо дороже стоит, здесь связь приблизительно в 5 раз дороже, аналогичного качества связь, как я имел в России. И приходишь, и ты не понимаешь просто, сколько у тебя там осталось этих минут. Со временем меня научили, как это смотреть, как это проверять. Я увидел преимущества какие-то вот этого сервиса, этой связи, понял, что... Расскажите про преимущества. Я их не очень хорошо вижу. Программа же «Объектив» называется. Да, я их хорошо... Я кроме дороговизны больше ничего не вижу. Я вам подскажу, что эта дороговизна обеспечивает некоторую радницу, например, звонки в Россию. Оттуда из России сюда позвонить мне было крайне проблематично по моим вопросам, да. Но и моим родственникам мне из России очень сложно позвонить, а то очень дорого. Для них? Да, для них. Отсюда в Россию позвонить гораздо проще, дешевле. То есть, когда ты покупаешь определенный пакет с определенным количеством минут, то эти минуты, они такие же, когда звонишь в Россию. Это очень удобно. И вообще по всему миру, да, не только в России. Ну да. Вот это однозначно преимущество. Преимущество этого сервиса. Мне очень нравится здесь интернет-покрытие. Если в России страна большая, я не говорю, что там так плохо, но сейчас уже все лучше и лучше с этим становится. Достаточно большая страна, еще много есть мест из зоны, где нет интернет-покрытия. Здесь я могу спокойно пользоваться интернетом практически в любой точке, где бы я ни находился. Здесь таких мест, где прям провал связи, здесь таких мест я не нахожусь. Здесь очень много мест, где есть свободный Wi-Fi. Ну, особенно в городах, да. Конечно, в России сейчас тоже с этим все лучше и лучше. Скажем, никто не стоит на месте, все это развивается. Но понимая, что это все-таки остров, понимая, что связь здесь дорогая, да, это так, да, связь дорогая, да, это остров. Интернет, конечно, хотя сейчас опять-таки время нужно было, чтобы понять, какие здесь есть вообще провайдеры, какие провайдеры лучше работают, какие хуже. Потому что первоначально в том доме, где я жил, там провайдер был такой, что по несколько часов просто отсутствовал интернет. И мне это тоже было все дико очень. Сейчас у меня провайдеры, стабильная связь, постоянный интернет, нормальный. То есть постепенно вы к этому всему присматриваешься. То есть сколько вы уже по времени здесь находитесь? Девять месяцев. Постоянного проживания? Да, девять месяцев. Но вы уже себя более-менее комфортно здесь чувствуете по сравнению с тем временем, когда вы приехали? Разумеется, не просто более-менее комфортно, а просто комфортно. Потому что, ну, сейчас нет, я не знаю таких вопросов, которые невозможно решить. А когда я приехал сюда, никакие вопросы было невозможно решить. Они просто не решались вообще никак. Евгений, я знаю, что в свое время мы с вами встречались, и вы говорили, что у вас супруга достаточно так жаловалась, что ей не очень здесь комфортно по сравнению с тем, то есть с той жизнью, к которой она привыкла в России. Опять же, вследствие бытовых причин, не каких-то других, она как пообвыклась немножечко? Конечно. Она гораздо быстрее адаптировалась, чем я. Даже. Она быстрее стала ориентироваться в товарах, в магазинах. Она очень быстро нашла интересные магазины, где можно покупать товары по хорошим ценам. Она очень-очень быстро в этом всем сориентировалась. Конечно, для нее сейчас однозначно понятно, что дешний климат. Скажем, она приехала сюда с проблемами с щитовидной железой, которые буквально за короткое время, 2-3 месяца, она стала чувствовать себя совершенно подолго. Гораздо лучше. То есть вот эти приступы щитовидной железы, приступы, не буду описывать все медицинские проблемы, но ее самочувствие намного лучше стало. А что касается языка, как у вас турецкий язык продвигается каким-то образом? Или вы не особенно давите в это направление? Знаете, сначала взялся давить в это направление, а потом в какой-то момент так получилось, что вокруг меня кругом русскоязычные люди, они меня очень сильно расслабляют. Я выучил основные числительные, дни недели, достаточно для того, достаточно слов, для того спасибо, до свидания, здравствуйте и так далее. Достаточно слов для того, чтобы сходить в магазин, сходить на рынок и решить какие-то основные такие вопросы. И все. А дальше пока не идет, хотя я чувствую потребность. Все равно хочется поговорить с человеком нормально. Садишься в автомобиль к человеку, начинаешь с ним разговаривать, и он тебе по-турецки что-то рассказывает, а ты так чисто интуитивно догадываешься, что он пытается сказать. Хорошо, вы здесь смогли найти свое какое-то призвание, потому что все-таки в начале программы я озвучила, что по профессии вы педагог. Да. Вы учитель химии, биологии, физики. Мы уже, опять же, до этого с вами говорили, что здесь это один предмет, который преподается детям в школах так называемой науки. То есть оно все как-то идет интегрировано. Если у нас в наших школах это три разных предмета, то здесь больше вот это вот идет интеграция. Надо сказать, что как раз здесь оказались, скажем, обнаружились все условия для того, чтобы найти мою нишу в педагогике, именно в преподавании. Потому что я всегда чувствовал, что, скажем, преподавать, просто быть таким вот учителем, который пришел, тарабанил тему, дал детям, вопросы задал, собрал домашние работы и все. Это не то, чего мне хотелось, это не то, о чем я мечтал. Здесь я увидел нужду, увидел потребность определенную и нашел в себя удовлетворение этой потребности. Скажем, я увидел детей, которые, приехав сюда, я думаю, что мы можем перейти к вопросу об адаптации детей. Да, мы к нему так плавненько подбираемся. Это как раз связано с тем призванием, которое увидел. То есть мое призвание, это часто помогать детям, которые переходят из той образовательной системы, в которой они находились, будучи в России, переходят в образовательную систему здесь. То есть у меня здесь есть ученики, которые учатся в британских колледжах и есть ученики, которые просто продолжают обучение по русской программе, находясь здесь. А это довольно-таки сложно. Здесь кто-то прикреплен, кто-то, кто на южной стороне, они прикреплены к посольской школе. Здесь, на северной стороне, я знаю, что есть всего лишь одна русская школа, на мой взгляд. Больше здесь я не знаю русских школ и возможностей получать. Нет, вот единственная русская школа, Татьяна Бабаева, и как раз у нас была о ней тоже программа, мы с ней встречались, она рассказывала о своих особенностях. Достаточно интересное начинание, на мой взгляд, и я ей, в свою очередь, желаю всяческих творческих успехов, потому что действительно, как мне показалось, подход достаточно серьезный. Может быть, поначалу есть какие-то моменты, потому что начинать что-то всегда очень тяжело, и всегда человек сталкивается с определенными трудностями, но я думаю, что справится. Это начало. Но у человека есть, скажем, вот этот весь энергетический запал для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки, чтобы начать преодолеть все вот эти вот, а кто вы такие, а почему вы здесь всего лишь два года и так далее. Куча, куча, конечно, вопросов, которые стоят. Татьяна Бабаева – хороший друг нашей семьи, мы тесно общаемся, естественно, мы помогаем друг другу в плане образования, в плане помощи детям, вот, и, ну, достаточно такое тесное сотрудничество между нами, вот. И, конечно, скажу, что Татьяна Бабаева одна не справится со всем тем, что есть, потому что детей все больше и больше, да. У русскоязычных людей приезжает хороший такой поток, вот, и с чем они сталкиваются? Вот они приезжают, и, ну, не зная, скажем, о русской школе, а некоторые Татьяна, они не хотят, чтобы дети учились в русской школе по русской программе. Да, действительно, таких, кстати, большинство. Да, они хотят, чтобы дети получили возможность потом дальше учиться, да, либо в британской системе образования идти, допустим, ну, в какой-то университет британский, либо европейский, либо здесь, в американский университет Гирна, либо в Средиземноморский и Восточный университет, ну, вариантов масса. То есть они хотят, чтобы дети продолжали образование либо здесь, вот в таких университетах, либо поехали куда-то в Соединенные Штаты, либо в Европу, да, чтобы это такой трамплин для них стал. Поэтому они хотят, чтобы их дети освоили англоязычную среду, либо туркоязычную среду, да, кто как, у кого какие запросы и ожидания. Ну, и возможности, опять же. Все-таки государственные школы предлагают образование на турецком языке, но при этом их очень большой плюс в том, что они бесплатные. Поэтому, опять же, для тех, кто не знает, наши соотечественники, приехав сюда, если они покупают недвижимость, даже если они просто арендуют недвижимость, когда они предоставляют властям возможность увидеть, что они здесь находятся официально, их ребенок может спокойно учиться бесплатно в школе. Но единственный, да, момент, что преподавание будет идти на турецком языке. Вот вам как кажется, ребенок, как вот он, естественно, зависит от возраста. Да, чем младше ребенок, тем он легче адаптируется к другой языковой среде. То есть ребенок, которому 6-7 лет, он моментально, буквально в считанные недели, он осваивает азы языка и встраивается. Если ребенок никогда не учился в школе, и приезжают сюда родители с таким ребенком, который впервые идет в школу, сразу же в турецкую школу. Все просто. Он осваивает понятия уже не по-русски, а по-турецки. У него там потом другая будет, другая сложность, когда родители обнаружат, что он не хочет разговаривать с ними по-русски. Очень у многих так бывает. Такое тоже бывает? Очень часто. Я уже неоднократно. Особенно, если это смешанная семья. Например, папа турок, а мама русская. Ну, или русскоязычная, как мы говорим. И со временем она сталкивается, что ребенок не хочет с ней разговаривать по-русски. Потому что... Смешанный брак, да, это вообще отдельная тема. Да, папа и здесь другие родственники, все они говорят по-турецки. Опять же, очень большое влияние должна иметь сама мама и желание, чтобы ее ребенок говорил на ее родном языке. Потому что, как правило, сами мамочки, если они общаются с супругом на турецком языке, то они автоматически переходят на общение с ребенком на турецком языке. Здесь я просто могу свою точку зрения высказать на этот вопрос. Каждому свое, ради бога. Но я думаю, что все-таки мы должны какую-то культуру свою нести. Ну, почему? Это же ребенку дополнительный плюс. Если у него один родитель носитель русского языка, второй родитель носитель турецкого языка, то почему же не дать ребенку возможность говорить на двух языках? Зачем его ограничивать в одном языке, когда он может говорить на двух? Зачем это терять? Русский язык, на котором говорят сотни миллионов людей и повсюду. И сегодня русскоязычные сотрудники очень востребованы в различных компаниях, даже здесь, на северном Кипре. Поэтому, что мы видим? Видим две проблемы. Одна проблема – это адаптация. Вернусь, я немножко ушел в сторону. Смотрите, когда ребенок приезжает, то он сразу поступает в школу. Он никогда не был в школе. Это одно. Другое дело, когда ребенок привык и основные понятия, какие-то учебные, образовательные, вот эти вот блоки, у него сформировались на русском языке, и он попадает в другую систему. Она система другая не только по языку, но и вообще по своему устройству, по своей конструкции. Другая конструкция, другая задача. Он попадает в это, и не все могут быстро перестроиться. Чем старше ребенок, тем труднее. А ведь у того, который старше, у него уже вот оно близко, когда ему нужно будет определяться с его профессией, нужно будет определяться с университетом, с колледжем. Очень важная тема. Не теряйте нить. Сейчас мы должны прерваться на короткую рекламу, после которой мы продолжим разговор об адаптации наших детей на Северном Кипре. Оставайтесь с нами. Генеральный спонсор программы компания Leverage Investments, лидер рынка недвижимости Северного Кипра. Итак, дорогие телезрители, мы снова в студии. В гостях у меня сегодня Евгений Миронов. Еще раз приветствую вас, Евгений. Еще раз здравствуйте всем, кто присоединился. Кто присоединился к нам. Да, Евгений является педагогом, репетитором, дистанционным преподавателем. Как это правильно, очень много может быть эпитетов по предметам химии, биологии и физика. Сегодня мы говорим об адаптации наших детей, детей-мигрантов, которые приезжают на Северный Кипр, об их интеграции в внешнюю среду, после того, как они меняют систему образования с российской, либо любой другой системы украинской, так скажем, системы нашего постсоветского пространства. И приезжают на Северный Кипр, начинают обучение здесь. И хотя у нас сейчас лето, но тем не менее, тема все равно остается актуальной, потому что, как правило, люди именно летом, если они решают сменить свое место жительства, то это, как правило, будет летом. Если мы есть, тем более, дети, чтобы дети успели приехать, как-то перестроиться с того учебного года на этот учебный год, где-то отдохнуть, ну и постепенненько так внедряться в эту систему. Итак, перед тем, как нам уйти на рекламу, мы как раз говорили о том, что для каждого возраста есть своя система адаптации. И мы остановились именно на тех детях, которые приезжают уже с родителями, естественно, в более старшем возрасте. Вот с какими проблемами сталкиваются они, потому что все-таки таких деток тоже достаточно много? Более старшие дети, они сталкиваются с чем? Они приходят в новую школу, в новый колледж. Я могу говорить о британских колледжах. С турецкими я, честно, не связывался, я не знаю, как на турецкую систему переходят старшие дети. Но когда они приходят в британскую систему, то поначалу кажется, что с одной стороны программа, например, программа восьмого класса в британской школе и программа восьмого класса в русской школе. Британская намного легче. Легче, проще. Там все сложные моменты, они переносятся на то время, когда уже у школьников специализация начинается. То есть когда уже они специализируются в определенном русле, там уже их нагружает очень серьезной информацией. И вот там уже, надо говорить, что одиннадцатый класс, они уже очень, скажем, такое глубокое погружение в предмет происходит. Потому что количество предметов очень ограничено. Вот опять же, здесь я могу вставить свое слово, чем наша система отличается, образование наше, я сейчас говорю именно российское, от, допустим, местной системы. У нас дают более широкое образование, у нас большее количество предметов. Здесь действительно, чем старше ребенок, тем уже круг его предметов. И именно идет специализация. И это не только касается северокипрского образования, это касается и турецкого образования. Потому что я сталкивалась с специалистами, людьми уже достаточно взрослыми, которые после университета, будучи врачами, когда я спрашивала, был ли у вас предмет философии в университете, ну так, для общего развития, мне говорили, нет, хорошо, философия, может быть, для врачей, может быть, она и не нужна, подумала я. Принципиально нужна, там поэтические вопросы. Но, ну, хорошо, закрыли на это глаза. Но, когда я спросила, была ли у вас психология, и мне сказали, нет, ну тут у меня немножечко так сознание подкосилось, если можно так сказать, потому что действительно идет очень такая строгая специализация. Вот вы как преподаватель, как вы на это смотрите? Вот что лучше, широко или именно идти узко по специальности? Я считаю, что школа сегодня, современная школа, она должна стать более индивидуальной, потому что дети разные. Есть дети, которые уже в пятом классе точно знают, чем они будут всю жизнь заниматься, и они вырастают, и они этим всю жизнь занимаются, да? Но большинство детей, они не знают, чем они будут заниматься. И в любом случае образовательная программа должна подстраиваться под ученика, под его особенности, под то, что ему нужнее, чтобы он рос и развивался. Потому что когда ребенку забивают голову глубиной тригонометрии, а он вообще не математик, ну близко не математик, бывает такое? Бывает, что ребенок с возрастом начинает менять свою специализацию. Мы все понимаем, левое, правое полушария, но я скажу вам, что я признаюсь сейчас честно перед зрителями, что в школе я ненавидел химию. Я сегодня химик, я обожаю химию. Понимаете? Как произошла эта перемена? Время прошло. Я пришел в университет, и в университете у меня были преподаватели, которые влюбили меня в химию. И мое развитие, мое время пришло для меня изучать эту химию. Поэтому все меняется. И спрашивается, что было тогда меня мучить и вбивать в меня, и вырабатывать во мне еще большую ненависть к этому предмету. Ведь вы же знаете, что дети, когда их насильственно обучают, у них вырабатывается не просто ненависть, иммунитет к образованию. То есть они учатся пропускать вещи мимо ушей. И когда потом важные и нужные вещи, человек приходит на какие-нибудь нужные ему курсы, на какое-нибудь нужное ему обучение, он приходит, а у него включается вот этот иммунитет, и он начинает пропускать мимо ушей то, что ему на самом деле нужно. И он ничего не может сделать, не может сосредоточиться, потому что мозг научился защищать себя во время школьного обучения. Поэтому я говорю так, что есть дети, которым было бы хорошо, вот как мы в России учимся, так и хорошо. А есть дети, которым британская система очень удобна и хороша, потому что они не погружаются в эти глубины, им просто дают потрогать, пощупать всего по чуть-чуть, понемножку, и ощутить это, почувствовать в курсе этого, и потом уже определиться, на чем становится, на чем глубже. Мне нравится и та, и другая система образования. Просто понимаешь, что должна быть индивидуальная программа для каждого ученика. Как к этому прийти, это, наверное, дело техники. Вот как раз в рамках, наверное, маленькой школы, я с большой надеждой смотрю на проект Татьяны Бабаевой, потому что это школа, в которой небольшие классы, и в которой к детям у них индивидуальный есть подход, для детей вырабатывают индивидуальную программу. Я с большой надеждой смотрю на это, потому что как раз есть возможность подойти, найти подход к разным, очень разным детям. А надо сказать, что у нее в школе дети очень разные. Вот как раз здесь у меня возникает вопрос, с которым мы начали вторую часть нашей программы, как помочь адаптироваться более старшим детям. Потому что действительно очень многие приезжают, у них уже сформировалась определенная система ценностей. Они привыкли учиться там. Я уже не говорю о каких-то межличностных отношениях, то, что у них там остались друзья. Естественно, здесь очень большая роль отводится педагогу. Огромная роль, потому что семья, ну опять же, семья по-своему подходит к этому вопросу. Семья исходит больше из своих каких-то интересов. Им сейчас нужно адаптироваться в этой стране. Семья сама адаптируется. Да, семье нужно адаптироваться самой. Им нужно придумать, где они будут жить, или найти решение, где они будут жить, где они будут работать, зарабатывать деньги и так далее. Для них сам она выучится жить. Да, поэтому действительно на ребенка, как правило, ребенку уделяется меньшее внимание. И вот именно его вот этими вопросами. А тут как раз самый такой тяжелый момент, потому что, как вы сказали, я здесь полностью согласна, маленькому человечку проще адаптироваться, а взрослому, я просто сама с этим сталкиваюсь, хотя мой ребенок не адаптируется, мы здесь живем очень давно, но у него сейчас именно вот такой момент, что он говорит, что он хочет учиться в России, потому что он действительно очень любит Россию, но как он будет учиться после того, что он 11 лет проучился здесь? То есть такой вот, как помочь, что сделать? Скажем так, что полностью устранить вот это столкновение, это же ведь не только языки, но это и культура, да? Это культурный шок. Это шок в плане бытовом. Для человека новый быт, новая культура, новые взаимоотношения, новый менталитет, новый язык. Все новое. И система образования новая. И поэтому я понимаю, что для таких учеников, для таких детей нужен учитель, который очень сильно отличается от того учителя, которого мы привыкли видеть. Да, есть учителя от Бога замечательные, но они все равно действуют в рамках вот этой одной культуры. Здесь должен быть учитель, который как переводчик. Знаете, такой переводчик, не только в плане языков, да? Мы проводим с детьми занятия, с моими учениками, проводим на двух языках. То есть мы общаемся по-русски. К примеру, есть тема, да, есть вопрос. Я понимаю, что мы не знаем, где этот ребенок будет жить, вернется ли он обратно в Россию, или будет где-то жить. Все равно для него полезны. Потому что есть вещи, которые английская программа полностью выбрасывает. Например, таблица Менделеева, там не называется таблица Менделеева, просто периодическая таблица. А, периодическая. Ну, они там где-то в одном месте объясняют детям, что да, был такой русский ученый, который придумал эту таблицу, и все. Но дети не живут со сознанием, что это вот наше. Это наше достояние, это наше, русское. Да, и, конечно, удается, скажем так, ребенку немножечко напомнить, что это вот наше. Мы все-таки имеем такое наследие и в этом, и в этом, и в этом. И ты играешь как бы роль переводчика, потому что, когда ребенок сталкивается с этим, иногда бывает, идет урок, и ребенок просто выключается. Вот выключился. И в этот момент, да, что бы мы обычно делали? Пытались привлечь его внимание максимально. А я понимаю, что здесь он и не привлечется, потому что это у него выключение, потому что у него сейчас идет этот процесс культурной, языковой адаптации, когда нужно просто остановиться и, может быть, поговорить о его каком-то хобби, о его каком-то, вот что он сейчас чувствует, что он переживает, что здесь ему нравится, что здесь ему не нравится. Иногда мы останавливаемся, берем 5-10 минут вот такого индивидуального внимания и просто говорим о жизни. И потом возвращаемся обратно. В больших, огромных классах это невозможно. Да, это возможно в маленьких классах, либо вообще один на один. Сколько я и так преподаю, так преподаю. Я один на один, и в том числе по скайпу преподаю. В принципе, можно уже, находясь в любой точке земного шара, обучаться. Сегодня есть такие возможности, есть технологии, есть специальные доски, с помощью которых можно в интернете показать, нарисовать всю схему, все объяснить. То есть вообще это реально. На самом деле я не очень тесно знакома с дистанционным управлением. Естественно, я очень много об этом слышала, но в основном я слышала это в плане изучения иностранных языков, потому что люди хотят учить, и действительно иностранные языки возможны. Но с другой стороны, было бы логично предположить, если можно учить иностранный язык, почему нельзя учить какой-то другой предмет. То есть это тоже возможно. Совершенно верно. Сегодня есть технологии полной передачи информации, обучения, все необходимое существует, все инструменты для того, чтобы можно было дистанционно ребенку показать, объяснить и рассказать все. Сегодня не надо перед камерой ставить доску и писать на этой доске. Такой необходимости нет. Все это есть в интернете. Причем, я вам так скажу, что меня мои же ученики научили. Определенный момент, определенные вещи они мне показали. Потому что, ну, начинаешь, когда начинаешь, начинаешь ничего, не имея ничего, просто не зная. Вот все, что у тебя есть, ты понимаешь, что есть ребенок, вот с этими проблемами, и мне нужно помочь ему. Мне нужно помочь ему. То есть вы тут еще и такой, как психолог выступаете, отчасти. Да, друг, переводчик, психолог, все что угодно, да. На самом деле это очень важно, потому что далеко не все, как вы, подходят к этой проблеме, потому что недостаточно получить педагогическое образование, недостаточно обучиться основам методологии преподавания, абсолютно. Потому что это вообще прописные истины, которые, наверное, и повторять-то не нужно. Действительно, насколько человек будет заинтересован предметом, это зависит в первую очередь от педагога. Какая бы у него ни была гуманитарная предрасположенность, или наоборот, физико-математическая предрасположенность, вот именно по строению какому-то там мозга или еще чего-то, если попадается преподаватель, который напрочь отбивает желание учиться, то, мне кажется, и способности теряются. Ну, у меня, слава богу, в университете был прекрасный преподаватель по методике преподавания, вот, прекрасный преподаватель по психологии, педагогической. Ну, понимаете, да, я вам говорю, что научиться основам – это одно, но здесь идут уже личностные черты характера. То есть, если вы ими не обладаете, то вы можете сдать методологию, методику, прошу прощения, педагогику на пятерки по нашей системе, на десятки по местной системе. Но при этом, если у вас вот этого нет, вы не сможете дальше сотрудничать со своим. Ну, расскажу вам, расскажу вам, кисть, да, такую ситуацию. Мальчик по возрасту, он уже девятиклассник, по классам, которые он прошел, он шестиклассник, и когда мы все это дело тестируем, то получается, что и шестой класс ему нужно заново проходить. Реальность такая, что ему надо сейчас восьмой класс. Он шестиклассник. И вот мы начинаем изучать эти предметы. Есть предметы, которые он уже изучал, кусками. Кусок в британской школе, кусок в турецкой школе, кусок в русской школе, кусок самостоятельно. Вот так вот. То есть у него такая вот мозаика, каша вот такая в голове. И, скажем, полное неверие в самого себя, что он вообще может учиться. То есть ребенок с потухшими глазами не верит. Вот он приходит в начале учебного года вот в таком состоянии. Есть предметы, которые он изучал уже раньше, а есть предметы, которые для него новые. И вот что я заметил, что предметы, которые он уже изучал ранее, у него уже сформировался в голове блок против этих предметов, что он не может их изучать. То есть мне приходилось все время ему говорить, так, сейчас твоя задача – расслабиться. Я не знаю, где еще ученики, учителя говорят ученикам, может быть, я сумасшедший, но в моем случае это помогало. Я говорю, слушай, вообще расслабься. Послушай, почему? Мы на переменках с тобой беседуем, мы разговариваем с тобой о жизни, ты говоришь нормально, но в уроке ты начинаешь заикаться. Я говорю, понимаешь, что тебе нужно сейчас просто расслабиться. Давай представим себе, что вот этот предмет, вот эта биология – это другой предмет вообще. Давай назовем ее как-нибудь по-другому. Это не биология. Ты не изучал ее никогда. Давай будем считать, что это новый предмет. И подтверждение моим предположением я получил, когда мы начали изучать новый для него предмет – химия. И мы начали с самого начала. Я вижу, его глаза загорелись. Он говорит, о, мне нравится химия. Мне нравится химия. И он, скажем, у нас там был такой класс, и дети там сидели на разных партах, и он все время приходил, садился на самую заднюю парту. Такой весь, такой вот, такой, знаете. Ну, представляете, уже ребенок того возраста какой. Вот такой вот он хочет спать, он весь вот такой. И вот начинается урок, начинаем все это дело обсуждать. Я гляжу, потихонечку раз-раз, свои висечки собрал, и пересаживается на первую парту. Ему это интересно. Для меня это счастье. Это вызвало это интересно. Для меня это счастье. Ребенок пересаживается на первую парту, и он начинает задавать вопросы. Я понимаю, что у него не было этого предмета. Это новый для него предмет, и ему проще. Проще с самого начала начать. Так как наша программа постепенно подходит к концу, наверное, было бы логично, чтобы вы дали какие-то рекомендации родителям, которые приезжают с детьми. Что им нужно делать? С чего им нужно начинать? Кому им нужно обращаться? Во-первых, с одной стороны, хорошо, когда родители точно знают будущее своего ребенка, и точно знают, где он будет жить, и чем он будет заниматься. Но хорошо бы как-то это еще у ребенка узнать. Да, потому что решить за ребенка достаточно сложно. Да, родители думают, он будет жить здесь, на Кипре, ребенок рвется всеми фибрами души в Москву. Да, таких ситуаций куча. И, конечно, в этом случае не стоит, наверное, полностью сжигать мосты за собой, сжигать культурные, языковые мосты, образовательные мосты, да, и таким образом построить образование следует. Следовало бы как-то так, чтобы ребенок имел возможность вернуться обратно, когда он захочет, когда придет время, когда он вырастет, чтобы для него были возможности и такие, и такие. С одной стороны, здесь страна возможностей, в том плане, что здесь очень относительно доступное образование, европейско-американское образование, которое здесь более доступное, и оно есть. Это возможности. С другой стороны, как бы не закрыть окончательно вот эти двери для ребенка, как бы все-таки сделать так, чтобы достаточно широкие были его возможности, чтобы у него был выбор. Это первое. Второе, хорошо, если кто-то будет, какой-то человек, друг семьи, родственник, репетитор, педагог, кто-то, кто бы был для ребенка вот этим проводником, вот этим буфером, чтобы не получилось, что он как в тиски зажатый между тем, к чему он привык, и тем, с чем он сталкивается. И человек, который помог бы ему ликвидировать, неизбежно, если восьмиклассник приедет, поступит в британский колледж, у большинства детей начинается отставание, потому что у него дополнительные усилия на привыкание к этому всему уходит, и это отставание нужно ликвидировать. Потому что если есть возможность иметь такого друга для ребенка, в виде репетитора педагога или просто знакомого, хорошего, который разбирается в этих вопросах, рекомендую. Очень интересная с вами сложилась беседа. Огромное спасибо, что вы нашли время сегодня принять участие в этой программе. Я думаю, что она будет интересна тем, кто все-таки собирается сюда переехать или уже здесь находится. Вам же желаю огромных творческих успехов. Побольше бы у нас было таких преподавателей, педагогов от Бога, я не побоюсь этого слова. Пусть у вас все будет хорошо. Спасибо огромное. Спасибо вам за то, что пригласили. Спасибо за это время. Спасибо. Дорогие друзья, я всегда приглашаю вас на Северный Кипр. Приезжайте к нам, у нас хорошо. Вы обязательно найдете свою нишу, вы обязательно сможете адаптироваться. С вами была программа «Объектив» и я ее ведущая Аля Силарина. Увидимся через неделю. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Генеральный спонсор программы – компания Leverage Investments, лидер рынка недвижимости Северного Кипра. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok